Всем привет, это 21 век, я Саша Струшли, сегодня мы в гостях у компании Оскона и рядом со мной Кристина, эксперт в том, чего всем нам порой так сильно не хватает Да, я про здоровый сон, Кристина, привет! Привет, привет! Чем грозит неправильно подобранный матрас? Ты будешь невыспавшаяся, агрессивная, раздраженная, ну, что нам, соответственно, не надо И как это взаимосвязано? Все? Ну, смотри, тут надо обратиться к анатомии, наверное, потому что... Да, я в твоем распоряжении Да, я тебе покажу, что у любого человека, как и у тебя, есть естественные изгибы тела Шея, поясница, колени и, соответственно, щиколотки И если у нас матрас подобран неправильно, он слишком жесткий, то все эти части тела у тебя напрягаются У тебя напрягается позвоночник, и от этого у тебя тело не расслаблено, не отдыхает, а находится в постоянном напряжении При этом матрас может быть очень качественный, но он просто тебе не подходит Так, ну и что это у нас тут? Смотри, например, жесткий матрас, он подходит больше для людей, которые больше весят Потому что нагрузка на матрас, ну, оказывается, максимальная Написано 150 килограммов, это максимум, да, вес который? Да, 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 это максимум Ну, значит, мне пока что рановато еще на таком спать Чем больше весит человек, тем больше нагрузка, и поэтому всегда рекомендуется ему выбирать жесткий, более жесткий матрас Слишком мягкий матрас я бы для тебя тоже не рекомендовала, потому что на мягком матрасе части тела будут проваливаться, особенно таз И, соответственно, твое тело тоже будет напрягаться, и ты будешь не высыпаться Давай посмотрим средний мягкий матрас Он подойдет для людей в более легком весе, а также пожилым людям, где, соответственно, им не должна быть нагрузка на суставы Ну, это есть вы поняли, это все относительные категории Жесткость матраса напрямую зависит от вашего веса И для вашего удобства можете пользоваться вот такой табличкой Окей, Кристина, покажи тогда мне матрас, который вот мне классно подойдет, раз уж я здесь Ну как, тебе удобно? Мне очень круто, можно же подольше рассказывать, я полежу Ну, пока ты лежишь, давай покажем нашим зрителям, что у тебя правильное положение тела Поясница не провисает, моя рука практически не пролазит, таз не провисает, под коленями Опять же, вот моя рука не проходит, поэтому сейчас у тебя правильная поддержка тела Ты будешь лучше высыпаться, будешь радоваться, будешь здоровее, веселее Ну, в общем, мир заиграет другими красками Ой, я жду этого Я как будто парю где-то на облачке, лечу вдаль Да, Саша, этот эффект достигается за счет не только жесткости правильной подобранной формы Но и, соответственно, слоев, которые есть в этом матрасе Это может быть латекс, это может быть пена высокой плотности, а это может быть даже кокосовая койра А пена – это поролон? По сути, и да, и нет Если мы посмотрим, он очень похож Вот поролон, вот пена, ортофам Пена имеет немножко другую структуру, другие технологии производства Больше дырочек Да, более такая ячеистая структура И сейчас я тебе покажу эффект, и ты все поймешь Давай с поролона начнем Смотри, ты видишь, как оно гасит? Все, он остановился и не отпружинивает Ну да, да, да А что, здесь по-другому будет? Ну да, сейчас смотри Класс, ну, совершенно по-другому Ну и, соответственно, когда твое тело лежит на такой пене Ага У тебя отпружинивает, ну, и поддержка идет намного лучше Лучше поддержка идет Я слышала, что вот пружинные матрасы, например, это бюджетный, самый простой вариант Это так? Нет, это совершенно не так сейчас Ты, наверное, Саша, говоришь о старых пружинах Как у бабушки Вот этих страшных железных Да, да, да Сейчас это совсем по-другому, другие технологии Блок состоит из независимых пружин Которые, каждая пружинка у нас в чехле Соединены они между собой, прошиты в определенный блок И пружины бывают разные Например, вот в этом блоке у нас идут прямые пружины Здесь у нас идет пружинопесочные часы Причем, смотри, очень важно, сколько пружин на одно спальное место имеет матрас Вот, например, вот в этом матрасе фитнес-формула 550 пружин Вот в этом 1000 пружин Причем и этот матрас имеет 7 зон поддержки Ну, то есть здесь 2 раза больше пружин Для человека, который лежит на таком матрасе, где столько много пружин Это как? Как он у себя ощущает? Ну, давай, пойдем, попробуешь сама Так, ну, полежала я на одном, где 1000 пружин На втором, где 500 И большой разницы, если честно, я не заметила То есть мне было удобно и там, и там Я думала, что разница будет побольше Это как вот между черно-белой картинкой и цветной, например Но на самом деле большой разницы я не заметила Ну, большой разницы нету, но все равно там, где 1000 пружин Лежать намного комфортнее, согласись Ну, возможно, я это бы почувствовала со временем, да? Если бы пользовалась матрасом А вот интересно, а есть матрас с меньшим еще количеством пружин? Ну, например, 200, чтобы их было Есть на 256, но это совсем уже бюджетные варианты Это такой вариант больше для дачи или где-то вот постелить Но никак не спать на нем каждый день А я еще заметила, вот здесь 7 зон написано А что это значит? Ну, мы уже с тобой немножечко подходили к этому вопросу Сейчас расскажу тебе поподробнее Вообще, идеальное положение тела во время сна Это на спине Но у нас есть изгибы тела, которым нужна дополнительная поддержка Для этого и было придумано 7 зон Соответственно, голова, шея, спина, поясница До колена, ну и, соответственно, там до ног Вот, поэтому создается дополнительный уровень поддержки Чтобы твое тело лежало правильно Все это, конечно, очень важно Но не стоит забывать и обязательно смотреть на соотношение роста и веса человека Ну, вот это та табличка, о которой мы говорили в начале Хорошо, у меня еще один вопрос Пружинный матрас со временем начнет скрипеть или нет? Ну, вообще, это возможно, конечно Но это касается очень бюджетных вариантов матрасов Которые мы сегодня не рассматриваем И снова мы возвращаемся к нашему любимому правилу Чем дороже, тем лучше И чем надежнее производитель, тем тоже лучше матрас Никуда от него не убежать нам Есть ли какие-то еще характеристики у беспружинного матраса На которые нам нужно обратить внимание Или понять, что вот-вот, класс, вот мне это надо Ну, если не считать то, что в нем нет пружин То это абсолютно просто дело вкуса каждого человека Он также обладает очень хорошими ортопедическими свойствами Ну, и просто некоторым людям, возможно, приятнее знать, что он спит на более натуральных материалах А не на металле, допустим Хорошо, Кристина, а вот если задача со звездочкой Допустим, нужен матрас для супругов, но они абсолютно разного веса На данный момент мне предлагали только одно решение Что с одной стороны один матрас, а с другой стороны другой матрас другой жесткости мы кладем Соответственно, два человека спят на разных матрасах На самом деле этот вопрос сейчас решен И это все можно сделать в одном матрасе Но тебе придется определить, с какой стороны ты любишь спать, а с какой стороны любит спать твой супруг То есть в одном матрасе две разные жесткости и разные пружины абсолютно, да? Совершенно верно До чего дошел прогресс? Ну какой же все-таки он мягонький Ну, конечно, это создается за счет того, что простеган он с верхним слоем пены И создается эффект воздушности А, да, облачко Но для того, чтобы матрас просуществовал дольше Я бы рекомендовала покупать защитный водонепроницаемый чехол Пролитый кофе Дети маленькие Ну, вы поняли Давайте наглядно продемонстрирую Здесь у нас вода Сверху наш чехол Мы переворачиваем Ничего не проливается И если ты потрогаешь, у нас все сухо Да, быть такого не может Хорошо, какие еще есть дополнительные возможности у матрасов? Матрасы могут быть двухсторонние Например, с одной стороны он будет более жесткий С другой стороны более мягкий Даже вот посмотри на вот этот матрас Soul Finest Тут две стороны И за счет верхнего покрытия, чехла несъемного Одна сторона зимняя А вторая, давай угадаю, наверное, летняя, да? Сто процентов Да, да Саш, и раз мы с тобой уже заговорили о том, как спать двум супругам Я тебе сейчас расскажу и покажу наглядно одну такую прикольную вещь Ты спишь с этой стороны Допустим Допустим А твой муж возвращается с кухни ночью Да, точно И вот он, когда ложится на кровать, ты совершенно не чувствуешь То есть, соответственно, мы избавляемся от вот этого эффекта волны Совершенно верно Я сплю спокойно и не слышу, как муж ходит и ест ночью Без меня Смотри, какую штуку тебе покажу Это матрас в скрутке Так Его очень легко транспортировать Он имеет все те же свойства матраса, на котором мы уже лежали Да Но он только в скрутке То есть, это другой матрас? То есть, такой матрас, который можно скручить, раскручивать, скручивать, раскручивать? Нет, не совсем так То есть, он только вот в таком виде И если ты его раскрутишь, то обратно ты его уже не соберешь Это придумано для того, что ты можешь сам его забрать И транспортировать, куда тебе надо То есть, не вызывая специально обученных людей Да И последний вопрос, Кристина, у меня еще есть И я вас всех отпускаю Значит, кто-то любит тонкие матрасы, да? Кто-то толстый выбирает В чем разница? Ну, на высоком матрасе более удобно сидеть, присаживаться, ложиться Ну, и чисто эстетически ваша кровать будет выглядеть выше И все? Больше никаких различий нет между тонким и толстым матрасом? В принципе, нет, но смотри, еще что есть Есть такой момент, зона поддержки по периметру кровати А зона поддержки, это вообще где? Что? Это где-то внутри? Либо здесь вот это? Либо кто-то с помпонами стоит и выкрикивает лозунги? Это просто находится внутри дополнительный слой пены, который расположен по периметру матраса Вот здесь вот попробуй, и ты поймешь, где он находится, прям почувствуешь А для чего это? Чтобы когда на краешек мы садились, он не провисал, да? И ты не скатывалась вниз, и, соответственно, не упала с кровати Ну, да Краткий итог, как выбрать себе матрас Ну, первое, да? Кристина, проверяй Нам нужно понять, какая жесткость нам нужна Для этого вы должны знать свой вес и рост И воспользоваться можно табличкой, о которой мы уже два раза сказали Дальше мы должны понять, принимаем ли мы пружинный матрас Или не хотим мы никакого металла, мы его презираем И хотим спать на чем-то более натуральном Дальше определяемся с бюджетом Если можем себе позволить побольше Соответственно, можем выбрать большее количество пружин Нам удобнее будет Дополнительно какие-то слои начиночков без пружинных матрасов Дальше зоны поддержки, зоны комфорта Да, их может быть 7, а может быть даже и больше Дальше думаем, необходим ли нам водонепроницаемый чехол, правильно? А он нам нужен, потому что мы любим свой матрас, правильно? Правильно Ну и последнее Решаем Вот, высокий нам нужен матрас, либо тоненький Ну, это, собственно, дело вкуса, как сказала Кристина Все правильно, все правильно, сдала, давай зачетку О, пожалуйста, подпишите мне С вами был 21 век, я Саша Трушель, а также Кристина, представитель компании Аскона Эксперт здорового сна Надеемся, вам этот проект понравился Выбирайте себе классный, классный матрас Спите с удовольствием, пока Свободный, а обещала отпустить, все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!